А в регионе продолжают следить не только за качеством продуктов на прилавках, но и за ценами. Курские яблоки, а также подсолнечное масло, маргарин, соль и шлифованный рис – самые дешевые в ЦФО. Таковы результаты мониторинга на 6 октября. За последнюю неделю снизилась стоимость 9 продуктов питания, 12 остались без изменения. Цены в регионе контролирует оперативный штаб. Его возглавляет заместитель губернатор Александр Криволапов. Покупатели могут сообщать о повышении стоимости товаров по номеру 70 06 58. Горячая линия действует у нас в комитете, горячая линия действует в администрациях каждого района. Бывают обращения, которые действительно где-то увидели повышение цен. И при обнаружении где-то повышения цен выясняются причины роста цен. И потом, если рост цен произошел где-то необоснованно, соответственно разбираемся мы и с предприятиями торговли, и с поставщиками. Яблоки в конце августа, стоившие 42 рубля, подешевели почти на 5%. На 9% сахар. Сегодня килограмм в среднем обходится в 32.50. Цена лука за месяц стала ниже, на 12%, моркови на 16%. Да и стоимость минимального набора продуктов питания уменьшилась. Сейчас она составляет 2337 рублей 50 копеек. Это на 600 рублей ниже средней цифры по России. Лука, морковка по хорошим ценам, приемлемым. Всегда покупаем на рынках. Очень довольны. Овощи, фрукты. Очень радует, что отечественного производства. Все как бы свое. По сравнению с прошлым годом даже ниже есть цена. Например, помидоры, лук и так далее. Цены на колбасы, полукопченые и варенокопченые у нас самые низкие в ЦФО. По курянам они обходятся в среднем в 267 рублей. Жителям Орла на сотню дороже. Хлебобулочные изделия из пшеничной муки в нашем регионе стоят 27 рублей. А вот в Воронеже цена перешагнула за 50. По количеству самых дешевых товаров в Курской области на втором месте в ЦФО. Ангелина Рязанцева, Геннадий Воробьев, Телеканал 7.